Несмотря на то, что лето для жителей нашего региона в этом году было коротким, теплом порадовал только июнь. Отдых у детей удался. Все лагеря загородные и городские детские площадки работали для юных горожан. Итоги подвели сегодня. Холодно в бассейне? Нет. Сначала холодно, потом просто. Райская. Какая? Райская! Такой организации летнего детского отдыха, как в Междуреченске, могут позавидовать даже жители крупных городов. Шесть загородных лагерей ежегодно принимают юных отдыхающих в течение всего лета. В прошедшем сезоне в оздоровительных учреждениях побывали 3644 ребенка. Стоит отметить, что большинство путевок реализуются еще в начале весны. Когда беседуешь с другими городами, они, конечно же, завидуют, что как здорово, что у вас есть такие детские лагеря. Но надо отметить и другой момент, что не просто так одно дело здание, ограждение и наименование этих лагерей. Другое дело, конечно, организация тех взрослых людей. Это у нас и воспитатели, это у нас, будем говорить, и руководители этих лагерей. И медицинское обеспечение, и безопасность, самое главное. Все это у нас решается в комплексе. Восьмой год летняя оздоровительная кампания проводилась в условиях софинансирования государственных субсидий, выделенных на оздоровление детей. Это субсидии из областного и городского бюджетов, средства предприятий и родителей. Общий объем финансирования из всех источников составил порядка 110 миллионов рублей. Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления, за исключением, так скажем, загородных лагерей, составил 17 684 человека. У нас работает 25 лагерей дневного пребывания. Большое внимание уделяем туристическим походам, туристической занятости, трудовой занятости, вечерним игровым площадкам и также участию в областных и российских детских центрах. Традиционно по линии департаментов нам выделяются путевки в различные всероссийские и областные лагеря. Организация детского отдыха – задача не из простых. Под контролем специалистов питания, развлечения, оздоровления и, главное, безопасность. Это как бы наш каждодневный, монотонный, скажем, такой труд. Но стараемся все, чтобы наши дети оздоровились в нашем городе достойно, чтобы они набрались сил, здоровья, и чтобы у них новый учебный год сложился очень хорошо и замечательно. В настоящее время проходит анкетирование отдохнувших. После сбора статистики будут сделаны выводы о планах на будущий год. Но подготовка к летней кампании 2018, можно сказать, начнется уже с 21 сентября, когда в первом чтении будет рассматриваться городской бюджет. Анна Забродина, Игорь Ковалев, Новости Плюс.